Биополитика и некрополитика – это два теоретических подхода, используемых для анализа способов, которыми власть реализуется над жизнью и смертью в обществах. Эти концепции основаны на работах известных философов, таких как Мишель Фуко и Акилем Бэмби, и широко применяются в различных областях, включая политическую теорию, социологию, антропологию и постклониальные исследования. Ниже представлен подробный анализ обеих концепций, их происхождения, ключевых тем и значимости в современных дискуссиях. Биополитика. Происхождение и определение. Концепция биополитики была впервые введена французским философом Мишелем Фуко в его лекциях в Коллеж де Франс в конце 1970-х годов. Фуко использовал этот термин для описания новой формы власти, которая появилась в современную эпоху и связана не только с контролем территорий или отдельных лиц, но и с управлением самой жизнью. Эта форма власти, по мнению Фуко, осуществляется через регулирование населения, акцентируя внимание на таких вопросах, как здоровье, гигиена, рождаемость, смертность и другие аспекты жизни, способствующие благосостоянию общества. Биополитика представляет собой сдвиг от суверенной власти, которая характеризуется правом правителя решать вопросы жизни и смерти, к форме власти, целью которой является оптимизация жизни населения. Это включает в себя широкий спектр практик и институтов, начиная от политики общественного здравоохранения и заканчивая статистическими методами отслеживания населения, которые предназначены для мониторинга, регулирования и улучшения жизни. Ключевые темы биополитики. Первое. Управление жизнью. Биополитика акцентирует внимание на управление жизненными процессами, включая репродукцию, здоровье и смертность. Государство через различные институты и практики вмешивается в эти процессы, чтобы оптимизировать жизнь населения. Это проявляется в компаниях по охране здоровья, инициативах по планированию семьи и программах вакцинации, где государство играет ключевую роль в управлении биологическими аспектами населения. Второе. Нормализация и контроль. Биополитика включает создание норм и стандартов, которые определяют, что считается здоровым, нормальным и приемлемым в обществе. Эти нормы используются для регулирования поведения людей и контроля над населением. Например, рекомендации общественного здравоохранения часто устанавливают стандарты того, что считается здоровым образом жизни, и эти стандарты обеспечиваются через различные механизмы, от образовательных компаний до правовых норм. Третье. Надзор и сбор данных. Практика биополитики в значительной степени опирается на надзор и сбор данных. Сбор данных о рождаемости, смертности, распространенности заболеваний и других аспектах жизни позволяет государству принимать обоснованные решения о том, как управлять населением. Этот надзор не всегда явный, но может быть встроен в повседневные практики, такие как сбор медицинских данных через медицинские карты или отслеживание людей через системы социального страхования. Вот текст с датами и числительными именами, написанными словами. Биополитика и некрополитика – это два теоретических подхода, используемых для анализа способов, которыми власть реализуется над жизнью и смертью в обществах. Эти концепции основаны на работах известных философов, таких как Мишель Фуко и Акилем Бэмби, и широко применяются в различных областях, включая политическую теорию, социологию, антропологию и постколониальные исследования. Ниже представлен подробный анализ обеих концепций, их происхождения, ключевых тем и значимости в современных дискуссиях. Биополитика. Происхождение и определение. Концепция биополитики была впервые введена французским философом Мишелем Фуко в его лекциях в Коллеж де Франс в конце 1970-х годов. Фуко использовал этот термин для описания новой формы власти, которая появилась в современную эпоху и связана не только с контролем территорий или отдельных лиц, но и с управлением самой жизнью. Эта форма власти, по мнению Фуко, осуществляется через регулирование населения, акцентируя внимание на таких вопросах, как здоровье, гигиена, рождаемость, смертность и другие аспекты жизни, способствующие благосостоянию общества. Биополитика представляет собой сдвиг от суверенной власти, которая характеризуется правом правителя решать вопросы жизни и смерти, к форме власти, целью которой является оптимизация жизни населения. Это включает в себя широкий спектр практик и институтов, начиная от политики общественного здравоохранения и заканчивая статистическими методами отслеживания населения, которые предназначены для мониторинга, регулирования и улучшения жизни. Ключевые темы биополитики. Первое. Управление жизнью. Биополитика акцентирует внимание на управление жизненными процессами, включая репродукцию, здоровье и смертность. Государство через различные институты и практики вмешивается в эти процессы, чтобы оптимизировать жизнь населения. Это проявляется в компаниях по охране здоровья, инициативах по планированию семьи и программах вакцинации, где государство играет ключевую роль в управлении биологическими аспектами населения. Второе. Нормализация и контроль. Биополитика включает создание норм и стандартов, которые определяют, что считается здоровым, нормальным и приемлемым в обществе. Эти нормы используются для регулирования поведения людей и контроля над населением. Например, рекомендации общественного здравоохранения часто устанавливают стандарты того, что считается здоровым образом жизни, и эти стандарты обеспечиваются через различные механизмы, от образовательных компаний до правовых норм. Третье. Надзор и сбор данных. Практика биополитики в значительной степени опирается на надзор и сбор данных. Сбор данных о рождаемости, смертности, распространенности заболеваний и других аспектах жизни позволяет государству принимать обоснованные решения о том, как управлять населением. Этот надзор не всегда явный, но может быть встроен в повседневные практики, такие как сбор медицинских данных через медицинские карты или отслеживание людей через системы социального страхования. Четвертое. Биоэкономика. Биополитика также пересекается с экономическими практиками, где оптимизация жизни связана с экономической продуктивностью. Здоровое население считается более экономически продуктивным и поэтому существует сильный стимул для государств и корпораций инвестировать в биополитические меры, которые улучшают благосостояние населения. Некрополитика. Происхождение и определение. Некрополитика, термин, введенный камерунским философом Акилем Бэмби в его эссе 2003 года, некрополитика расширяет концепцию биополитики Фуко, чтобы исследовать власть над смертью. В то время как биополитика занимается управлением жизнью, некрополитика фокусируется на способах, которыми суверенная власть реализуется через контроль над смертью. Она исследует, как определенные жизни считаются расходными и как государства или другие власти решают, кто может жить, а кто должен умереть. Бэмби утверждает, что в современных обществах, особенно в постколониальных контекстах, власть часто реализуется через создание миров смерти, пространств, где люди подвергаются условиям, делающим их живыми мертвецами, например, в зонах боевых действий, гетто и лагерях беженцев. В этих пространствах жизнь лишена своей ценности, и право на жизнь подчиняется власти убивать. Ключевые темы некрополитики Первое. Суверенная власть и чрезвычайное положение Некрополитика тесно связана с концепцией суверенной власти, особенно в отношении чрезвычайного положения, ситуации, когда обычные законы и права приостановлены, и суверен осуществляет власть решать, кто живет, а кто умирает. Эта концепция очевидна в таких контекстах, как война, колониализм и тоталитарные режимы, где власть суверена над жизнью и смертью становится явной. Второе. Производство миров смерти. Некрополитика исследует, как определенные популяции перемещаются в пространство, где жизнь нестабильна, а смерть – постоянное явление. Эти миры смерти могут быть физическими, такими как зоны боевых действий или бедные районы, или метафорическими, такими как социальная изоляция маргинализированных групп. В этих пространствах ценность жизни уменьшается, а люди подвергаются насилию, лишениям и пренебрежению. Третье. Расизм и дегуманизация. Важный аспект некрополитики – это то, как определенные группы дегуманизируются и расизируются, делая их более уязвимыми к насилию и смерти. Мбэмби утверждает, что некрополитика глубоко переплетена с историей расизма и колониализма, где расовые тела часто считаются расходными. Эта дегуманизация оправдывает применение насилия против этих групп, так как их жизни считаются менее ценными, чем жизни других. Четвертое. Политика мученичества и самоубийства. Некрополитика также исследует политику мученичества и самоубийства, особенно в контексте антиколониальных борений и современных форм сопротивления. В некоторых случаях отдельные лица или группы могут принять смерть как форму сопротивления, используя собственную смерть как оружие против угнетательных режимов. Это видно в актах самоубийственных бомбардировок или само сожжений, когда акт умирания используется для политического заявления. Пересечение биополитики и некрополитики. Хотя биополитика и некрополитика часто рассматриваются как отдельные концепции, они тесно взаимосвязаны. Оба подхода рассматривают управление жизнью и смертью, но с разных точек зрения. Биополитика сосредотачивается на оптимизации и регулировании жизни, в то время как некрополитика исследует власть над смертью и условия, при которых жизнь становится расходной. Во многих случаях биополитика и некрополитика действуют одновременно, при этом некоторые популяции подвергаются биополитическим мерам, направленным на улучшение жизни, в то время как другие перемещаются в некрополитические пространства, где преобладает смерть. Например, в глобализированном мире богатые популяции в развитых странах могут пользоваться преимуществами развитых систем здравоохранения и биополитических мер, оптимизирующих их благосостояние, в то время как бедные популяции в развивающихся странах могут подвергаться некрополитическим условиям, таким как война, голод и болезни. Более того, различие между биополитикой и некрополитикой часто размывается в контекстах, где оптимизация жизни для одних связана с уничтожением жизни для других. Это очевидно в ситуациях, таких как геноцид, где уничтожение одной группы оправдывается как способ сохранения жизни другой. Это также наблюдается в современных проблемах, таких как миграция, где биополитическое управление границами и популяциями приводит к созданию миров смерти для беженцев и мигрантов, которым отказывают во въезде и оставляют умирать в суровых условиях. Современная актуальность. Концепции биополитики и некрополитики приобрели новое значение в современных обсуждениях, особенно в свете глобальных событий, таких как пандемия COVID-19, кризис беженцев и продолжающиеся конфликты в разных частях мира. Эти события подчеркнули, как жизнь и смерть управляются политической властью и как одни жизни ценятся больше, чем другие. Например, пандемия COVID-19 выявила биополитические меры, используемые государствами для управления здоровьем своих популяций, от карантинов и компаний по вакцинации до распределения медицинских ресурсов. В то же время пандемия также раскрыла некрополитические аспекты управления, где маргинализованные группы, такие как пожилые люди, бедные слои населения и расовые меньшинства, непропорционально пострадали от вируса и оказались в условиях, повышающих риск их смерти. Аналогично, кризис беженцев подчеркнул некрополитическую динамику, действующую в управлении границами и миграцией. Беженцы и мигранты часто оказываются в мирах смерти, где они сталкиваются с насилием, лишениями и постоянной угрозой смерти, пытаясь пересечь границы и найти убежище. Государство использует биополитические стратегии, чтобы контролировать и регулировать миграционные потоки, но эти стратегии часто приводят к исключению и маргинализации уязвимых групп, оставляя их в условиях, где их жизнь становится расходным материалом. В заключение, биополитика и некрополитика, это ключевые концепции для понимания того, как власть реализуется над жизнью и смертью в современных обществах. Они дают ценные инсайты в механизмы управления, которые регулируют жизнь, а также условия, при которых определенные жизни обесцениваются. По мере того, как глобальные вызовы продолжают эволюционировать, эти концепции останутся необходимыми для анализа сложной динамики власти, жизни и смерти в современном мире. Продолжение следует...